Валерий Седов 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 то это ничего страшного. В нашем конкурсе нет проигравших. В любом случае, каждый из участников повторил правила дорожного движения. Я думаю, это отразится в его правосознании по поводу безопасности дорожного движения. Главная задача во всех творческих конкурсах – убедить и детей, и взрослых соблюдать правила дорожного движения. Например, вот работа «Коноплиной Анастасии». Это сюжет всеми узнаваемой сказки «Вовка в 39-м царстве». Выполнена подделка из дерева. Моя подделка сделана из дерева и раскрашена обычными красками. Здесь изображен сюжет мультика «Вовка в 39-м царстве». Подделка поделена на два отсека. Здесь сначала Вовка у нас сидит за партой, а Василиса рассказывает ему правила дорожного движения. Также мы можем прочитать здесь надпись «Светоотражатель спасает жизнь в темноте. Помни об этом всегда и везде». Во втором отсеке также Вовка, уже познавший правила дорожного движения, просит у представителей мультика «Двое дворца одинаковых с лица» «Светоотражатели», которые также изображены на таком вот постаменте. По стаментике. Победителей несколько, при том в каждой возрастной категории. Члены жюри, сотрудники госавтоинспекции честно признались, что выбирать лучших из лучших было тяжело. Все работы заслуживают отдельной награды. За 23 лет существования конкурса очень радостно, что сегодня мы с вами видимся вот в таком вот реальном формате, потому что с введением ограничений в связи с пандемией нам этот конкурс приходилось уже несколько лет проводить в онлайн формате, однако ежегодно он все равно у нас проходил. Даже онлайн формат у нас тоже состоялся, но все-таки рады, что сегодня вот так вот вживую мы готовы видеть друг друга и поздравлять победителей. Конечно, работе жюри было очень и очень сложно, потому что ваши работы просто необыкновенные. В год педагога и наставника для работников образовательных организаций учредили специальную номинацию «Педагоги обучают». Участники конкурса подготовили рисунки, поделки, фотографии, методические разработки. Все для того, чтобы привлечь внимание к теме безопасности дорожного движения. Хочу пожелать всем в первую очередь это соблюдение правил дорожного движения, быть внимательными на дороге, при движении в школу, из школы домой и вообще когда гуляете вблизи проезжих частей. Сотрудники госавтоинспекции напомнили, что к победе приводит хорошее знание правил дорожного движения. И главное, не столько получить награду, сколько сохранить для каждого жизнь и здоровье. Это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.